Еще один хабаровщанин получил медаль за отвагу, за храбрость и мужество, проявленные во время специальной военной операции на территории Украины. Денис Остапенко получил ранение во время выполнения боевого задания. Награду сегодня ему вручили в индустриальном районе. Сейчас Денис Остапенко уже не хромает, а в марте этого года он во время боев в селе Мощун Киевской области был ранен в обе ноги и едва не погиб. Батальон десантно-штурмовой бригады должен был эвакуировать раненых и форсировать реку Ирпень, с которой едва сошел лед. Денис вынес одного человека под обстрелом минометов, а потом прилетел снаряд. Ранило меня и еще двоих товарищей моих. Я сначала даже не понял, что произошло. Переворачиваюсь на живот и чувствую по ногам что-то такое теплое ударило. Я думаю, ну и потом такая жгучая боль началась. За мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, Дениса наградили медалью за отвагу. Он принимал участие в СВО с самого начала. Был последний звонок и все. И пропал больше месяца. Никаких известий не было. Конечно, переживали все. Волновались, делали что-нибудь. Вот потом нашли его в госпитале в Питере. Герои вырастили в обычной хабаровской семье в индустриальном районе. Родители всю жизнь работают. Папа водителем, мама продавцом. В семье они воспитали своего ребенка так, как их воспитывали. То есть папа служил в армии. И он своему сыну рассказывал, что он два года служил в армии. И когда пришло время для Дениса идти в армию, то он не прятался, а сразу пошел в военкомат. Сейчас Денис тоже планирует поддерживать мир и порядок, но уже не в качестве военного. До армии Денис выучился на программиста, но работать намерен в полиции следователем. Наталья Чернышева, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Это уже вторая медаль, которую вручили в индустриальном районе. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получил пару месяцев назад Алексей Загибин, майор запаса.